привет всем привет мои хорошие рабочий день обычный олечка с глебом на улице мотаются прохладненько сегодня дождичек идет прям прохладненько так они на улице а я знаете вот прям чуть-чуть собрали свои вишни но уже поели да это вот молоденькая вишенка нам давали она какая-то карликовая но она естественно поменьше ростиком такая и сама по себе мельче но тем не менее вкус вишни вот а я вишню очень люблю кстати и мы ее всегда замораживаем и вот сейчас надо будет как будет продаваться вишня надо будет на базар сходить и значит мы покупаем обычно ведро 2 и я чищу и вот так вот от косточка освобождаю и замораживаю замораживаю и потом зимой пожалуйста пирог с вишни пьяная вишня очень нравится этот торт олечке саше очень нравится то пьяная вишня ну и вот таким вот образом вот до этого я все время морозила просто брала вот эти пакетики с застежкой вот вакуумные а теперь и хорошо прям знаете вот тоненьким слоем и одну на другую наложь большую стопочку выкладываешь и она и замерзает очень быстро и оттаивает очень быстро если вот этот пакетик вытащить да он оттаивает моментом потому что он очень тоненький я точно также фарш замораживаю и вот фасоль отварную замораживаю все так замораживаю ну и вот стала фрукты так овощи фрукты ягоды вернее ну а сейчас думаю попробую в такие вот контейнеры тоже плоские вот у нас их много мы берем то 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 что нибудь тоже замораживаем и вот так вот короче но сейчас нужно перебрать ее и в морозилку потому что немножечко переспевшие уже пропадет очень жалко лично вишни я не дам пропасть ну вот как-то так погодка сегодня прохладенькая распорос дождичек это идет пойдет-то минутки две-три польет и все успокаивается а я с утра встала мы покушали и глебушке кашку сварила покушали все сегодня никому никуда не надо и саша пошел на работу а мы дома ну вот и я кашку сварила там посуду прибрала да то да сё проснулись мои чай попили и значит давай это я говорю надо я нашла в интернете тортик шоколадный не тортик а пирог пирог называется там не бисквитный ничего но должен быть вот понимаете я правда когда читаю рецепт я понимаю что вот моей семье это понравится и вот я мне настолько вот это вот прям захотелось его испечь для олечки как эксперимент и встала утречками игры ты знаешь собственно не два одинаковых им на одном и том же канале два одинаковых пирога только один с вишней один так но там замороженная вишня и видимо знаете с какой целью чтобы сока не было чтобы лишней влаги не было а у меня она свеженькая поэтому там вот именно мороженую вишню и прям пишут что вот условия что не надо размораживать ее чтобы сразу бультык и ставишь на высокую температуру выпекаться что она не успевает создать а вот это вот она еще и переспевшие и и если сейчас чуть-чуть это поставь она конечно влаги даст ого-го сколько не может не получиться но вот я говорю я щас для эксперимента тебе сделаю шоколадный пирожок ну ладно короче говоря вот так вот думаю надо сделать и сделала дело получился вроде как и ничего ну пробую снимать будет завтра но правда интересный печется быстренько прям печется пирожок там даже не надо ни миксера ничего вот заболтал все вот это вот и все венчиком вот и получается как что вот в общем там делаешь заливку и вот короче как он выпекся до вот этой заливкой его сразу же разрезаешь не вынимая из формы сразу же разрезаешь его вначале очень много накалываешь вилкой вот а потом разрезаешь на порционные кусочки какие тебе надо и заливаешь вот этой заливкой еще на минуточку значит в этот в духовку но я так думаю что он получается очень-очень влажный такой вот и сочный такой получается оля очень любит выпечку вот если даже я выпекаю допустим бисквит какой-то торт то она очень не любит сухой торт сухие коржи она очень любит такие пропитанные чтоб были вот такие вот коржи чтобы бисквит был очень хорошо пропитан прям мокрый вот такой я тоже такой люблю вот а допустим мама у меня была царствие небесное она вообще не любила вот влажный бисквит она не любила у нее любимый пирог был это как его скажите зебра это не торт конечно пирог вот его очень любит у нас глеб вот он бисквит не ест а зебру испечешь он ее может знаете три раза в день баба зебру дай баба зебру и поэтому я стараюсь не очень часто ее печь потому что ну зачем столько вот сладкого в день потому что он стоп кран не понимает баба давай и все но действительно получается пирог очень вкусный и глеб собственно я пику пику ну он называет его тортиком вот этот пирожок пику зебра и он собственно больше как кекс наверное даже и он его вот один съедает вот он его один съедает поэтому вот как-то так ну и вот а сейчас вот с вишенкой управлюсь вот тортик из пирожок из пепла с вишенкой управлю смородины чуть-чуть красной что-то в этом году у нас красная смородина не знаю почему там многие ветки прям засохли ну и Саша прям набрал там чуть-чуть чуть-чуть и как-то сразу кушать не хочется говорю не надо сразу не хотим не надо я ее сейчас тоже помыла перебрала и вон в пакете потому что для контейнера мало совсем ее ну что-нибудь зимой можно испечь можно компот сварить в компот добавить конечно ее там мало но для вкуса добавить в компот да можно как-то так короче ластаюсь работаю ну это все надо вот на обед вчера же хотела думаю запишу ну банк испекла вчера ну как она как лепешка из кабачка Олеся нас угостила невестой кабачком большой такой кабачок и я значит взяла его потерла хорошенечко отжала туда морковку большую прям потерла туда луковицу две луковицы порезала мелко вот и все это дело значит отжала ну третью часть где-то я отделила Саше чтобы без яиц вот и значит Саше туда значит добавила рисовая мука у меня есть она для здорового питания рисовой муки добавила пару ложек вот чтобы чисто для связки ну потому что яиц нет чем еще связать вот эти кабачки и я ему значит вот эту лепеху значит пожарила на сухой сковороде вы знаете а получилось обалденно вкусно посолила поперчила туда значит чесночка сушеного ну в общем все как все так же как нам только нам с Олечкой туда я яйца три яйца добавила вот и я единственное туда отрубей добавила вместо муки туда добавила отрубей вот отруби ржаные по-моему у меня были пши или овсяные не знаю даже знаю я постоянно беру отруби но беру разные вот ну в общем короче отрубей туда добавила сколько 60 грамм и тоже единственное я положила сливочное масло значит в форму и в духовку запекла потому что слой чуть потолще и думаю не прожарится даже на сухой сковороде вот и туда значит и вперед короче получилось обалдеть а Саша начал кушать в обед и говорит ой как вкусно я сижу говорю Саш там посняти ага он говорит мам очень вкусно очень ну короче он наелся там еще помимо значит у него было ну это лепеха ему была как знаете как вместо хлеба вроде да ага хлеб 1 кабачки да морковка ну ладно где же есть столовые две столовые ложки рисовой муки достаточно ну и вот и он когда значит поел смотрю он ее не доел чуть-чуть но она большая лепеха получилась вышел из-за стола и ну я пойду отдохну и отдохну я не поверила ему думаю это он из знаете из приличия так что вкусно очень вкусно но я смотрю он прямо восхищается прямо от души я уже знаете столько лет под одной крышей живем я уже тоже научилась распознавать когда знаете просто ради приличия ну он вроде всегда от души вот так вот говорит потому что ну ему реально нравится как я готовлю ну и значит я взяла маленький кусочек оторвала от лепешки маленький-маленький попробую слушать это так вкусно вот оказывается знаете реально вкусно это тоже может быть можно готовить очень-очень вкусно ну а наша талия вот я вам да не договорила я туда значит там думаю что такое только три яйца нет не только три яйца я туда еще значит получилось у меня где-то по весу где-то 600 грамм нам соли 600 грамм кабачков вот этих уже отжатых потому что кабачок огромный вот 600 грамм кабачков отжатых туда значит вот морковь лук три яйца значит вот 60 грамм отрубей и 400 грамм я туда говяжьего фарша вот и получилась такая лепеха запеклась ну это скорее всего уже была запеканка а не лепеха было очень вкусно мы с Олечкой тоже от души поели вот и в общем все остались довольны мы-то ели только это а Саша еще помимо лепехи лепеха это у него была вспомогательная хлеб короче был для него ну и вот так вот все остались довольны вечером смотрю Саша я кушать хочу говорит что ты будешь кушать у нее лепешку даем мне она правда понравилась ну смотрю он с таким удовольствием ее домял ну значит понравилась ну вот а сегодня Оля спрашивает ты что будешь она последнее время подсела два яйца с беконом жарит значит вначале бекон мелко режет там грамм 30 наверное бекона берет но она выбирает она хитруля она выбирает эти кусочки мясные вот идем в магазины там бекон и он действительно разный в упаковках есть прямо жирненький одна и та же фирма но видимо куски то разные нарезают а некоторые вот упаковочки ее же видно через это там же прозрачная эта пленка а некоторые прям вообще одно мяско так вот она для себя выбирает одно мяско и вот это вот значит поджаривает грамм там 30 по-моему и туда два яйца вот это вот ее и весь обед больше значит она ничего не ест ну и я у нее значит спрашиваю ты что будешь кушать она я кто там ну как дела а нормально нормально ты уже домой пошла иди покажи жилетик свой сюда войдешь как раз похвастаюсь сейчас какой жилетик дочи связала и вот сегодня прохладненько так она вот в нем пошла выпендриваться ну тепло тебе в нем а тепло ли тебе красное классное жилетик правда получился классный классный классно молодец это я молодец но ты молодец что вот так вот знаешь без вредности раз и связался он быстро-быстро да ну и вот а мне на сегодня на обед осталось значит вот это вот лепеха я вчера хотела мукбанк думаю сделаю мукбанк вот это все сделала и думаю я сейчас чуть пораньше я знаю что мы всегда в два часа садимся обедать и думаю чуть пораньше сейчас сяду запишу мукбанк а потом уже их буду кормить 33 раза знаете вот точно хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах а рассмешила задумала этот мукбанк смотрю заходит саша а че он с утра слабенько кушает там этот кофеек с печенюхой с какой этой заходит еще часа нет он говорит мам а я есть хочу ну че давай у меня готово я встаю сразу с утра начинаю готовить потому что они непредсказуемые товарищи в любой момент запросят есть ага ну давай у меня все готово ну оля смотрю заходит и думаю ну его я сейчас накормлю а потом запишу мукбанк совсем она не закрывает то там Монька же сейчас начнет плакать думаю а потом запишу мукбанк да Олечка заходит мам ты знаешь а я вот смотрю Саша ест да сейчас все разом поедем да и все ну и ладно ну и короче сели мы все разом наелись не буду же я при них вот это записано что их стеснять за столом что им поболтать хочется все тут я буду сидеть траля ля три рубля вот это оно надо ну и короче говоря не записала но сегодня думаю Оля говорю у меня как раз на сегодня осталось это лепеха я наверное мукбанк запишу ну а Саше на вечер что-нибудь приготовим приготовлю сейчас вот вишенку переберу и что-нибудь и приготовлю я вот с вами ля 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 я больше языком работаю руками то очень медленно работаю ну ничего уже вон один судочек набрала еще вон два судочка и переберу ну надо очень вот эти судочек как раз и я его сейчас еще чуть-чуть до краев я его не набираю вот и получается здорово так сейчас я руки вытру и покажу вам наверное если смогу покажу вам наверное этот пирожок ну-ка съешь меня дружок пирожок должен быть обалденный такой очень должен быть вкусный он должен быть очень-очень сочный но пока он не остыл я его трогать не буду я просто вам покажу его и все вот его даже не надо из формы доставать пока он не остыл но как он остынет я наверное завтра она что-либо будет кушать я его в коротком видео завтра покажу так сейчас я вам постараюсь показать ну и вот он знаете я не умею переворачивать камеру ну короче вот такой вот он получился вот он уже разрезанный на кусочки наколотый вилочкой весь и вот он знаете он настолько мягкий очень мягкий очень такой вот знаете классный пирожок получился ну а вот когда кусочками на разрезе я вам покажу потом окей вот ну короче с это испекла ну и все пойду я до это закончу с вишней потому что надо мне ее закончить все всем пока пока всем давайте пока пока